Здравствуйте! В эфире программа «Рамки закона» в студии ведущий Алексей Круглин и наш постоянный гость, эксперт-адвокат Валерий Стадник. Здравствуйте, Валерий! Здравствуйте, Алексей! Сегодня мы поговорим о беде, о наркотиках и психотропных веществах. Валерий, начнем с того, почему, по вашему мнению, как юриста, как специалиста, оборот наркотических средств, психотропных веществ ограничен в Российской Федерации? Он ограничен законодательно, со стороны государства ограничен, потому что есть много различных негативных факторов, которые следуют за наркотиками. Мы уже говорили как-то об этом, это преступность в первую очередь, следующее это состояние здоровья населения, состояние здоровья наций, граждан. И следующее это добытые преступным путем денежные средства начинают влиять на политику, начинают влиять на управление государственным аппаратом. Вот, наверное, такие моменты, которые говорят о том, что все-таки эта преступная деятельность должна быть ограничена, ограничена со стороны государства, и карательный государственный аппарат должен в этом направлении работать постоянно и наступательно. Ну, смотрите, для меня, например, понятно, что если употребляются наркотики, то есть последствия. Последствия, как правило, ну не как правило, а все последствия негативны. Из вашей практики, что следует? Вот наиболее часто встречающиеся негативные последствия употребления наркотиков для посторонних граждан, Может быть, для человека, который сам употребляет наркотики, приобретает их, на что стоит обратить внимание нашим телезрителям, когда они думают о том, что вот есть наркотики? Многие на самом деле относятся просто отстраненно. Если беда не пришла в их дом, то тогда вроде бы как бы этой беды и не существует. Поэтому вот для телезрителя, мне кажется, было бы интересно понять, вот как влияет на самого человека, который употребляет наркотики, как влияет на посторонних. Вы сейчас сказали абсолютно верные вещи, что это негативно сказывается на здоровье. Но в чем это выражается, например? Ну, ни для кого не секрет, что практически все лица, употребляющие наркотические средства, страдают гепатитом. Раз. ВИЧ, СПИД. Два. И иные заболевания, передающиеся через шприц, как правило. Следующее – это заболевания, которые, то есть уже последствия употребления. Это заболевания печени, нервной системы и психические заболевания, которые возникают на фоне приема наркотических веществ и психотропных. Это вот ответ на первый вопрос. Следующее – последствия. Ну, наверное, все последствия для здоровья мы перечислили. Следующее – последствия. Все последствия находятся у нас, как правило, в колониях, в исправительных. Это следующая проблема, которая, да, и последствия – это совершение преступлений. Потому что заработать честным трудом на наркотические вещества практически невозможно. Соответственно, лица, которые зависимы, которые употребляют наркотические вещества, приходят рано или поздно к тому, что им приходится совершать преступления, в том числе сбывать наркотики для того, чтобы заработать себе на дозу, так скажем, ежедневную, которая им нужна. Поэтому все эти лица, они оказываются, к сожалению, в местах лишения свободы. Это вот там можно их увидеть. Ну и, соответственно, следующая категория – это больницы, это диспансеры, где лечат последствия употребления наркотических средств. Это, значит, инфекционные заболевания, как я уже говорил, гепатит различных видов, ВИЧ, СПИД. Но в любом случае, вот, большей частью, конечно же, все оказываются в местах лишения свободы. И там начинают лечить заболевания, восстанавливать здоровье психическое, восстанавливать здоровье физическое и пытаться все-таки освободиться от наркотической зависимости. Хотя практически это невозможно. Ну, мне кажется, Вы сейчас сказали, что оказываются в местах лишения свободы, в исправительных, ну, в том числе в исправительных колониях. А мне кажется, что оказываются не только в местах лишения свободы, но и многое оказывается на кладбище. Потому что такие случаи нередки, когда и в подъездах домов, и не только в подъездах домов обнаруживают тела, трупы людей, которые погибли в результате передозировки наркотиков, либо употребления каких-то некачественных, ну, условно говоря, наркотиков. Хорошо, вот столько негативных последствий вроде бы должны люди понимать. Почему все-таки мы с этой проблемой никак до сих пор не можем справиться? Есть опыт зарубежных государств каких-то, например, Китая, где речь идет о смертной казни за распространение наркотиков. Есть опыт Западной Европы по борьбе с наркотическими средствами и психотропными веществами. Вот Ваше мнение, почему мы сейчас сталкиваемся с тем, что люди все равно продолжают употреблять наркотики? Не связано ли это с тем, что распространение наркотиков проникает в сферу несовершеннолетних? Вот можно ли сделать на сегодня такой вывод? Алексей, Вы совершенно правы. Например, склонить к употреблению взрослого человека, состоявшегося уже со своими привычками, со своим укладом жизни, семейные, дети, работа, это невозможно практически сделать. А вот именно как раз Вы правы, подростки, студенты, это вот как раз та категория, которая еще наслаждается жизнью, пробует в своей жизни какие-то новые ощущения. То есть первый раз попробовали спиртное, кто-то первый раз попробовал, покурил сигареты, может быть, в следующие, может быть, стадия как раз и переходит употребление каких-то, как кажется, легких наркотиков. Ну а от легких до тяжелых, там тоже путь-то очень короткий и возникает зависимость, она буквально, как правило, уже в настоящий момент синтетические наркотики, они привыкаемы с первого раза. Все, молодой человек с молодым организмом, еще не устаешься психикой, становится заложником ситуации. Ну а дальше, как мы говорили о том, что сначала с родителей качает деньги, теряет здоровье, потом идет на совершение преступления. С Вашей точки зрения, какие-то профилактические меры в полном объеме реализуются в сфере несовершеннолетних по предупреждению распространения наркотиков, по предупреждению употребления наркотиков. Вот из Вашей практики я все-таки понимаю, что только тот человек, в частности Вы, кто занимается непосредственно юридической практикой по защите людей, которые в том числе распространяют наркотики, понимает их проблемы. Потому что Вам приходится разговаривать с подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми, осужденными уже за совершение вот такого рода преступлений. И мне кажется, что вот это вот общение, которое имеется у адвоката, оно наиболее близкое с этим человеком. Ну, я имею в виду близкое, с точки зрения правовой, конечно. Вот. Как Вы думаете, какие-то недоработки, может быть, есть для профилактики распространения наркотиков? Мы с Вами как-то уже обсуждали вопрос. Ну, опять же, это мое мнение, я думаю, Вы меня поддержите. В первую очередь, это тестирование, да, то есть определить все-таки на законодательном уровне, периодичность тестирования. Тестирование – это вот о чем Вы сейчас? Тестирование молодых людей на прием наркотиков, на наличие наркотических веществ в крови, в организме. Начинать, конечно же, нужно с силовых ведомств, да, учебных заведений, военных училий, школ, милиции, каких-то институтов, высших учебных заведений. Конечно, начать нужно с силовых ведомств, да, дальше перейти, конечно же, на гражданские ведомства, потому что я считаю, что выявлять нужно этих людей. Ну, и впоследствии, конечно же, необходимо, с учетом того, что все-таки выявляются у нас и несовершеннолетние лица, употребляющие наркотические вещества, то внедрять эту практику в школах, потому что выявлять на ранней стадии лиц, употребляющих. Следующее, конечно, в школах – это школа выявления лиц, склонных к употреблению. Так скажем, лица, склонных к депрессии, может быть, какие-то неблагополучные семьи, может быть, это какие-то проблемы в семье, проблемы межличностные между подростками. То есть именно выявлять вот данную категорию молодых людей и все-таки работать с ними на профилактику. Потому что в данном случае только профилактика, потому что выявить это, ну, это, как правило, это уже бывает поздно. Хотя выявлять нужно, лечить нужно. Но все-таки работать на профилактику, являть лиц, склонных к употреблению по тем или иным причинам. Но здесь, конечно, должны обращать внимание, наверное, педагоги в школах со старшеклассниками, на их взаимоотношения, на их поведение, на их самочувствие, на их состояние. Ну и, соответственно, педагоги в иных учебных заведениях, неважно, будь это институт, ПТУ или техникум. Поэтому нужно больше работать, конечно же, с молодежью. Потому что, как я говорю, взрослого человека склонить к этому делу очень сложно, почти нереально. А вот именно молодежь, это бравада, это здоровье, которое вроде бы кажется бесконечным. Здесь вот будет проблема всегда. Но вы сейчас сказали о том, какие действия необходимо совершать в рамках обучения, ну, скажем так. То есть, что должны сделать педагоги, как реагировать на своих студентов, на своих учащихся. Но что касается родителей, как должны вести себя родители именно в этой сфере. Как они должны определять, употреблял их ребенок наркотик или нет. Что они могут сделать и какие есть правовые механизмы для того, чтобы провести вот это тестирование, даже тест на наркотики, в отношении своего, прежде всего, ребенка? Ну, родители, конечно, доверие должно быть между родителями и детьми. Должны быть хорошие установленные отношения, хороший климат в семье. Ну, а уж если есть такие подозрения, я думаю, что можно всегда ребенку объяснить, почему вас это волнует, почему такие подозрения возникли. Экспресс-тесты продаются в аптеках, стоят они совершенно недорого. Ну, найти все-таки способ объяснить ребенку, почему вы это делаете, почему у вас такие мысли возникли, почему такие подозрения. Провести экспресс-тест и уже в дальнейшем действовать по ситуации. Потому что лучше это все на ранней стадии. И если все-таки вы считаете, что есть такие подозрения, проведите экспресс-тест и в дальнейшем уже определить, что вам делать. Все-таки работать с психологом или уже, значит, выходить на более серьезный уровень к врачам. Ну, а почему могут возникнуть такого рода подозрения? Что может насторожить родителей в поведении ребенка? Ну, как правило, может раздражительность, да, излишняя раздражительность. Ребенок постоянно уходит из дома. Мне интересно. Увлечение, да. То есть, как правило, спорт уходит из жизни, да, если это молодой человек. Спорт, какие-то хобби, какие-то увлечения. Появляется компания какая-то совершенно, да, другая, которая не связана ни со спортом, ни с какими-то увлечениями. Незнакомые люди. Звонки, уходы часто в вечернее время из дома. Отключение телефонов, смена номеров очень частая. То есть, зачем менять номера, зачем менять сим-карты. То есть, как правило, это один из признаков того, что человеку есть что скрывать. Ну, что скрывать? Понятно, не банковские операции, не обналичие интересных средств, потому что у подростка таких нет возможностей, как правило, да, в лучшем случае, это через карточки, через банкоматы снимать по чьей-то указке. Но это, как правило, и говорит о том, что человек ведет какую-то двойную жизнь, он уже применяет методы конспирации, да, подросток, меняет сим-карты, меняет номера, отключает телефоны. В вечернее время куда-то ходит, откуда-то приходит. Вот на эти моменты необходимо обратить внимание. Ну, и совершенно очевидно, что на состояние, на психическое состояние, на психологическое состояние перепады настроения. От, да, агрессии до, наоборот, каких-то там, значит, эйфорических состояний. Состояние глаз, да, то есть, как говорят, там, расширенные зрачки, нерасширенные, красные глаза, не красные глаза. Понятно, если молодой человек все равно читал книжку какую-то, готовился, и у него на утро красные глаза, то это нормально. А если он спит целыми днями, и там, вышел и пришел через час домой, у него там, глаза, там, скажем, красные какие-то, одурманенные, может быть, зрачки расширенные, сухость, излишняя, да, излишняя потливость, излишний аппетит иногда, да, бывает. То есть, вот на эти все моменты нужно обращать внимание, то есть, и смотреть, насколько они укладываются в норму, либо они уже уходят за норму, и это как раз является признаком употребления наркотиков, наркотических и психотропных веществ. Валерий, хорошо, вот родители это все увидели, какие их действия, я тоже понял, то есть, первоначально надо попробовать разобраться для себя, употребляет, не употребляет, ну, в том числе с использованием экспресс-теста. Обнаружили, что употребляет наркотик, надо ли сразу обращаться в органы правоохранительные за тем, чтобы установить источник приобретения наркотиков, вот этих, там, сыном или дочерью, ну, ребенком? Или эту проблему, вот, как ваше мнение, или эту проблему надо решать во внутрисемейном кругу? Ну, конечно, хотелось бы, чтобы все-таки эта проблема решилась внутри семейного круга, чтобы это никуда не выходило, потому что родители, как правило, это люди работающие, имеют своих друзей, свой круг знакомых, конечно, это будет неприятно, это будет стыдно, эта ситуация, да, для любого родителя, для любой семьи это будет просто стыдно и неприятно. Конечно, можно со временем ко всему привыкнуть, но все-таки. Следующее, у нас есть все-таки психологи, постарайтесь среди знакомых, может быть, поискать психолога, поработать с ребенком. Следующее, оградить от общения, потому что если уже где-то один раз навязали, где-то один раз вовлекли, то будет второй, будет третий раз, будут попытки разобраться с ситуацией, кто, где. Если это в учебном заведении, то это одна ситуация. Если это в школе, это другая ситуация, хотя она там похожа. Если это во дворе, это там третья ситуация. Исходя из этих ситуаций, действительно, возможно обращение в правоохранительные органы. Почему в открытую, почему у нас в школах или там где-то в высших учебных заведениях возможно приобрести наркотики? Почему их там сбывают? Может быть, это администрация школы поощряет там или учебного заведения, а может быть, она не знает об этом. Вот здесь как раз правоохранительные органы должны провести социальные мероприятия, выявить и в будущем исключить это все. Опять же, работать на профилактику. Хорошо, с этим ясно. Что касается посторонних людей, если есть информация о том, что кто-то где-то употребляет наркотики, либо распространяет наркотические средства, психотопные вещества, стоит ли заявителю или человеку, который знает об этом, самому пытаться разобраться. В отношении детей понятно. Вы говорите о том, что надо попробовать выяснить, узнать. Все-таки родители и дети – это одна семья. А если посторонний человек, надо ли разбираться самим? Есть ли опасность в том случае, если кто-то попытается сам разрешить этот вопрос, например, будет препятствовать торговле наркотиками в подъезде? Или как вообще должен поступить родители, ну не родители, а вообще любой человек? И гражданин. Да. Алексей, я вспоминаю момент, всегда говорят, что в Белоруссии, в Белоруссии любая точка не живет больше, не работает больше пяти дней. То есть больше пяти суток она не работает. То есть невозможно. Это настолько выстроена правоохранительная система, что больше пяти суток она не живет. Я понимаю, что к каждой квартире приставить полицейского или милиционера, правоохранителя невозможно. Значит, первое – это гражданская активность. Проявляйте, смотрите. Вы же знаете своих соседей, вы видите, кто приходит к вам в подъезд, для чего приходит к вам в подъезд. Вы же понимаете, что если в вашем подъезде торгуют наркотиками, постоянно туда ходят люди, да, неопределенного характера, как правило, да. То есть внешне видно, внешне видно, по поведению видно, по периодичности видно, либо это вечер, либо это утро, да. То есть с определенной цикличностью, так скажем, люди приходят, одни и те же они начинают. То есть это сразу видно. Соответственно, почему бы не сообщить? У нас есть, везде висят телефоны участковых, у нас есть телефоны доверия, они в автоматическом режиме пишут. Если 2-3 гражданина обратятся, то явно эта информация будет закуспирована, зарегистрирована, и по ней начнется проведение проверки. Может, сразу вы не увидите эту работу, да, но негласно оперативные службы начнут отработку этой информации. И вы, ну, избавитесь от этого соседа, так скажем. Может быть, это и не сосед, может, это кто-то снимает квартиру. Потому что такое соседство, оно ведь опасно. Помимо того, что, да, это противоправные деяния, которые происходят, да, и там своим молчанием вы это поощряете, становясь соучастником, так скажем, тихим. А с другой стороны, вас никто не обезопасит от того, что когда в следующий раз у лица, который пришел за наркотиками, не хватит денег, что он у вас их не возьмет. Да. А если вы не захотите добровольно отдать, а может быть, даже никто спрашивать не будет, да, то есть, что вы не окажете на больничной койке без кошелька и с проломленной головой. Вот в чем еще страх-то весь и проблема-то этой ситуации. Но даже и это не самое страшное. Есть дети, есть дети, которые ходят сейчас. У нас дети первый, второй, третий класс, они ходят с дорогими телефонами. Самый простой вариант для наркомана – это украсть у ребенка телефон и быстро продать его, получить наркотики. Ну, представьте, на ребенка будет совершено нападение. Исключить эти вещи можно только таким путем – путем обращения. В интернете все телефоны есть. У нас все сайты работают. Сейчас спокойно можно обратиться с письменным заявлением, не выходя из дома в полицию путем электронной почты, путем заполнения специальных форм. Есть там службы специальной безопасности, есть собственной безопасности, есть службы по борьбе с наркотиками. То есть, пожалуйста, обращайтесь, сообщайте, описывайте эту ситуацию, что незнакомые люди приходят, похожи они на лица употребляющих, нездоровый вид у них, то есть, почему они туда приходят, с какой целью. Пускай разбираются, придет участковый, опросит соседей, может быть, и от этого оттолкнется правоохранительный орган, оттолкнется система, начнет проведение оперативно-разносных мероприятий. Потому что я хочу еще раз напомнить, пять суток живет в Беларуси любая точка, не больше. Ну, если у нас будет так же реагировать быстро, оперативно, сами, прежде всего, телезрители, на возможное распространение наркотиков в подъезде, либо где-то по соседству, то, конечно же, эти точки по распространению наркотиков, по потреблению, так называемые, притоны, они будут закрываться быстро, и в первую очередь это обезопасит самих этих людей, которые будут обращаться. Почему? Потому что, вот Валерий сейчас правильно сказал, это безопасность и с точки зрения материальной, и с точки зрения жизни и здоровья. Потому что у наркоманов, к сожалению, у тех, кто постоянно и часто употребляет наркотики, сглаживаются все вопросы восприятия других людей. То есть, то, что для одного человека, для обычного нормального человека не запрещено, для наркомана уже в определенной стадии, его болезни уже разрешено, и он ни перед чем никогда не остановится. Ни перед жизнью, ни перед деньгами, ни перед чем. Хорошо, Валерий. Часто говорят о том, что правоохранительная система занимается тем, что выявляет лишь мелких сбытчиков. Мелких сбытчиков, которые торгуют небольшими партиями наркотиков. Но эти наркотики, мы понимаем с вами, они все-таки получаются, наверное, из более крупных партий. Например, буквально сегодня в средствах массовой информации опубликовано сведение о том, что в Тихом океане обнаружено три человека, которые плавали на мешках с набитых кокаином. То есть, было порядка 1,2 тонны. Это недалеко от Колумбии. Вот представьте, да, такие объемы, они все-таки где-то концентрируются. И вот такие сообщения СМИ, они говорят о том, что да, действительно, это есть. Ну, не только сообщения СМИ, но и многие уголовные дела громкие. В то же время, очень как-то не соотносится число дел, связанных со сбытом небольшой партии, с количеством уголовных дел и с количеством направленных в суд, рассмотрим в суде уголовных дел относительно каких-то больших группировок, относительно большого количества наркотиков. И даже объективно я считаю, что трудность в выявлении вот таких преступлений есть. То есть, когда большие партии поставляются и потом рассосовываются, продаются уже мелкими частями. Почему это возникает? Почему трудность есть у правоохранительных органов? Неужели сложно пересечь или хотя бы ограничить до максимально возможного поставки крупных партий наркотических средств в психоатрустных веществ? Ну, я думаю, здесь проблема все-таки у нас правоохранители. Мы имеем в виду полицию, да? У нас служба госнаркоконтроля расформирована, к сожалению. Наверное, к сожалению, все-таки там работали профессионалы, они были нацелены на это. К сожалению, у нас законодательно они немножечко более связаны. Невозможность проводить оперативно-рассынные мероприятия на территории других государств. У них нет таких полномочий, у них нет таких функций. Любой запрос, все оформляется, да, соответственно, через службы специальные. Я так понимаю, что оперативно получить ответы иногда не всегда возможно. Соответственно, проводить такие мероприятия за территорию Российской Федерации невозможно. И в этом вся причина. В настоящий момент, я так понимаю, что такие мероприятия и такие функции, конечно же, наверное, больше могли бы за границей проводить как раз по выявлению таких партий. Это, наверное, только Федеральная служба безопасности, потому что у них есть и функции такие, и на законодательном уровне, и возможности осуществления за территорией Российской Федерации таких специальных операций по выявлению, по отслеживанию и по перекрытию каналов поставки. Поэтому здесь полиция, у них, конечно же, на более крупной партии, руки связаны, не могут они работать на такого прям международном уровне. Здесь в настоящее время только у Федеральной службы безопасности такие есть возможности. По сути, Вы говорите о том, что несогласованность действий органов различных стран, то есть Россия, например, Колумбия, ну, условно, Россия, Афганистан и так далее. Понятно, хорошо. Сейчас вот Вы в первой части нашей беседы говорили о том, что необходимо вводить тестирование на наркотики, в том числе и среди обучающихся в специальных вузах, то есть в вузах МВД, либо ФСБ, либо в военных каких-то учебных заведениях. Почему? Ну, Вы же понимаете, что такое наркотическая зависимость? Это зависимость, да? И мы говорили о том, что заработать деньги честным путем практически невозможно лицу, которого потребляют регулярно наркотические вещества. Соответственно, он будет брать деньги, добывать их преступным путем. Каким образом человек будет добывать их преступным путем в погонах? Понятно, что он не пойдет грабить, он не пойдет убивать, он не пойдет воровать. Он начнет зарабатывать деньги на своей должности. Продавать информацию, да? Совершать какие-то иные противоправные действия для того, чтобы заработать деньги. А возможно, и не надо зарабатывать деньги, возможно, какой-то из дилеров, да, серьезных, может просто посадить на зарплату в виде наркотического вещества этого сотрудника. Поэтому таких лиц надо все-таки выявлять на ранней стадии и отслеживать все моменты. То есть, я бы недаром задал этот вопрос, потому что понимаю, что иногда не применяйте мер к пресечению торговли наркотиками, особенно если речь идет о крупных партиях, о больших деньгах, связано с бездействием, умышленным бездействием правоохранительных органов, которые, к сожалению, иногда могут быть связаны с этими же наркодилерами. Поэтому, уважаемые телезрители, если у вас есть сведения и о таких фактах, то необходимо сразу незамедлительно сообщать службу собственной безопасности как органов полиции, так и других правоохранительных органов о том, что их сотрудники могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков. Валерий, ну и в заключении программы хотелось бы кратко может быть услышать о том, какое наказание предусмотрено за распространение, за сбыт наркотиков. На что идет тот человек, который начинает приобретать и на что идет тот человек, который начинает распространять наркотики? Хотел бы сказать, что сбыт наркотических веществ, он более строго наказывается. Это иная категория, это выделено в отдельный состав. Ошибочное мнение, да, все считают, что сбыт это все-таки такая, так называемая, сделка купли-продажи, сбыт в любой форме, передача в любой форме наркотических веществ, она уже будет квалифицирована, как сбыт. Хранение и употребление один состав в личных целях, опять же еще докажи, что в личных, да, стоишь на учете, употребляешь, все это подтверждается. Сбыт это однозначно более тяжкий состав и за сбыт в особо крупном размере у нас предусмотрено наказание до лишения свободы пожизненного, до пожизненного лишения свободы. И, как правило, когда доказываются такие эпизоды, очень серьезные получают наказания, очень большие наказания. И, наверное, это и правильно, конечно, со стороны государства, бороться надо, но все-таки бороться надо комплексно. Хорошо, спасибо, Валерий. Ну, а мне остается добавить, что я, например, сторонник практики, которая распространена в Китае, когда действительно за распространение наркотиков следует не пожизненное лишение свободы, а смертная казнь. Надеюсь, что никто из наших телезрителей не столкнется с такой проблемой, как наркотики. До встречи в программе «Рамки закона» в следующий вторник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова